Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем нашу очередную передачу, урок, урок-лекцию на тему «Мягкое замечание». Все наши лекции из цикла «Еврейское поведение». «Мягкое замечание» – это мой перевод этих слов. Замечание, то ха-ха, которое делает человек в любви к тому, кому он это замечание делает. Это моя любимая тема замечаний. Я сказать, наверное, потому, что я по своей природе человек, который всегда и в детстве, и во взрослые годы, всегда и везде всех учил, поучал, делал замечания, приставал ко всем. Я очень страдал. Вокруг меня многие люди страдали. Многие меня любили, но некоторым людям это качество не нравилось. Я сам получал очень много неприятности в своей жизни, когда я встретил Тору, наконец-таки. Мне очень понравилось. Но когда я пришел на первый урок мусара, и когда я увидел, что все, оказывается, можно во мне починить, я начал чинить это в себе. Вдруг я увидел, что это работает, действует. И если кто-то придет и однажды скажет, послушайте, Рэброван, не очень получаются практические ваши советы, жизнь намного сложнее, я вам скажу, я верю вам, ваша жизнь намного сложнее, но мне удалось кое-что в себе улучшить. Не всего себя, так не получилось у меня, но это работает. Попробуйте, и вы увидите, что это работает. Сегодня лекция, урок про замечания. Имеется в виду искусство, искусство, именно искусство умения делать замечания. А почему мягкое? Потому что других замечаний в адрес других людей надо стараться вообще не делать, остерегаться. Да и мягкие это надо делать с умом, стараться не делать их. Почему? Потому что мы же не любим, когда нам делают замечания, выговоры. Каз поучают, наставляют, читают нам нотации. За эти, якобы, проступки, которые мы совершили, мы же абсолютно ничего плохого не делаем, неверно, верно. А раз так, то и другим людям мы не должны произносить без нужды и устранить необходимости никаких замечаний, никаких нотаций, читать им проповеди, наставления и так далее. Почему? Потому что, как известное правило работает, мы это правило очень хорошо знаем, это лейтмотив всех, всего нашего цикла, всех наших уроков, никогда не делай другому то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. Мы не хотим, чтобы нас получали в ненужный момент в нашей жизни. И поэтому нам запрещается получать других людей. И тем не менее, без замечаний не обойтись, об этом написано в самой Торе. Это было такое краткое вступление. В недельном разделе «Воица», в недельном разделе книги «Берешит», которая вот сейчас, в этой неделе читается по всему еврейскому миру, в книге «Берешит», 29 глава. Посмотрите, там 4-5 стихи, там написано, там идёт сцена, сцена, когда пришёл Яков, наш прадец Яков, всё молодым, убегал он от гнева Эсава, и после сцены с лестницей Якова Сула Мьяков, где Всевышний обещал ему помощь, о том, что я вся буду с тобой, и так далее, она обещала ему отдавать десятину, и так далее. Так вот, он подошёл, было написано, что и подходит он в поле к колодцу и увидит, что пастухи, и три стадами с пастухами подошли к этому колодцу, собрались рядом с колодцем, чтобы отвалить от него огромный камень. И он им сказал такую фразу, переводит на русский язык, и звучит так, «Мои братья», потом ещё несколько слов, а потом идут слова Якова, «День ещё достаточно большой, не пришло время собирать стада на ночлег, а поэтому идите и пастите». Он им указал, что им делать, что им делать. Свет, проходящий мимо, иностранец из другого племени, говорит местным работникам, пастухам, что им ещё не время кончать работу. А они им сказали, не можем мы идти пасти, почему? Потому что пока не соберутся все стада, как нам объясняют, что камень был такой большой, что только когда собирались несколько пастухов с разными стадами, они могли отвалить этот камень, чтобы этой водой не пользовались другие люди, например, прохожие или враги какие-нибудь, чтобы оставалась эта вода для этого стада. Раша пишет, он так поступил, он сделал замечание, что смотрите, ещё день не закончился, потому что увидел, Раша пишет, что они собираются тогда, чтобы идти домой. Так он и решил. И поскольку они наёмные работники, то он сказал им, что они ещё не отработали достаточно эту дневную плату сегодняшнюю, а поэтому надо пасти дальше. Отсюда видим, что если человек, особенно уважаемый человек, как в Торе, как Раша пишет, видит непорядок, то он должен об этом предостеречь других людей, чтобы на них не было вины. Помочь другим людям, называется. Есть два вида помощи. Я вижу, не дай Бог, кто-то тонет, я его вытащу из воды. И я вижу, что кто-то нарушает законы Тора, я тоже вытащу его из воды. Я скажу, что тебе будет очень, может быть, плохо, если ты поступишь неправильным образом. И поэтому Раша кончает свою речь, маленький отрывок. Поэтому Яков и начал свою речь словами «Мои братья». Я говорю от себя, иначе бы они его не выслушали. Так поступил Яков. Так, между прочим, поступило ему, когда увидел, что сейчас собрались два еврея и собираются драться, и он подошёл к ним, это не его делал, подошёл к ним и сказал одному из них «Злодея, зачем ты его хочешь ударить?» Он остановил его от проступка. Видите, они вмешивались в какие-то дела. И с другой стороны, мы знаем, что Тора сама говорит, не проходи мимо проступков, нарушений, потому что как бы вина тех людей, которые сейчас собираются сделать какой-то проступ, не стала твоей виной. Как это стало понимать? Но сначала я расскажу историю про великого модельца, а на самом деле великого, которого звали Мальбим. Он был ещё молодой и принял, только-только принял пост свой, рабанут, да, просто в раввинском суде город Бухарест. Это было в прошлое время, он пришёл совсем молодой раввин, и первой молитвой была его, он был, Шалейх Цибур, он вёл общественную молитву. Вечером, в субботу не говорят, не повторяют молитву, но он был ответственным, молодой раввин. Я всё это провёл, потом была Сиуда, и после своей Сиуды, Сиуда – это трапеза, субботний трапеза, вечерний, он прошёлся по городу, по центру города, по центру еврейского квартала этого города, чтобы посмотреть в город, который он совсем на днях только прибыл. И он вдруг увидал, что один бедный еврей, видно, что очень бедный еврей, выходит на границе еврейского квартала, на границе с нееврейским кварталом, там была какая-то лавка, нееврейская лавка, пятийное заведение. И сюда этот еврей заходит, достаёт из кармана видов через большую витрину, уходится вообще европейский город, там были пятийные заведения, даже с витриной были, как и в Вене. Заходит и вся улицами, достаёт свои какие-то медные грошки, несколько монет, кладёт их на стойку и берёт рюмку водки и упивает. Где-то в субботу всё происходит. Он ужасно расстроился и понял, что нужно начать свою раввинскую деятельность в городе Бухаресте с какого-то хорошего дела и в то же время что-то исправить. Видно, что, наверное, тот уровень соблюдения заплате Торы в ренаме Альбема, они уже были недостаточно на большой высоте, так или иначе нужно что-то сделать. Этот еврей только что был на моей молитве. Сейчас он выходит и идёт и выпивает водку в субботу за деньги. Ужас какой. Но обития человека нельзя. И что я сделал там Альбема? Он был очень умным. И утренняя дроша, дроша – это речь, которую делал раввин перед своей общиной, после утренней молитвы, перед тем, как разотеться по домам и искать кедуши и приступить к утренней трапезе, к утренней сегодня. И он сказал свою дрошу, и в этой дроше он рассказал как раз об этой истории. Как он рассказал? Он сказал всем им, в разговоре шёл на Индиш, что сегодня ночью, он так сказал, приснился мне сон. И в этом сне появились два ангела, которые подхватили меня за руки и отнесли на небо. Мы долетели на небо, а в этот момент там вершился суд над общиной города Бухарест. Там решали вопрос, как с ней поступать и что делать. Там стояли большие весы. И подошёл ангел, один ангел положил, подошёл и положил на правую чашку этих весов большой мешок с деньгами. И было объявлено, что это деньги, которые сдали, собирали на дзадаку евреи города Бухарест. Огромный мешок. И эта чашка тут же упала. А левая чашка, которая осталась сверху, это были заслуги, а это нарушения. Она осталась свистеть в воздухе. Подошёл другой ангел и положил несколько медных грошиков на эту чашку. И эта чашка начала опускаться. И все посмотрели на меня и сказали, как это может быть несколько грошиков? А я отвечаю за общину Бухареста, он не случайный человек. Меня поэтому сюда и перенесли ангелы. И эти несколько грошиков перетянули огромную чашу, не огромную чашу, а чашу с большой дзадакой. А им сказали, ну да, конечно же. Дело в том, что это не простые грошки. Эти грошки были сегодня отданы в субботу в питейном заведении за рюмку водки. Но ведь справа-то лежит большой мешок. И нет. Эти монеты были последними в доме. Там осталась голодающая семья. И ничего не было приготовлено к субботе из-за того, чтобы отец их отнёс, чтобы выпить на них. Какой-то человек в этой общине пропивает последние деньги. Когда? В субботу. И что теперь будет? Спросил Равин. Так он рассказывает своей общине. А теперь будут большие неприятности, уверяем, города Бухареста. А как их спасти? И тут один ангел сказал ему на ухо. Ты знаешь, что сделал? Ты опускайся в город. Пройдись там по синагогам. Найди тфилин, который кто-то оставил, неважно. И возьми ремешок от этих тфилин. Поднимайся к нам наверх. Мы сейчас незаметно привяжем к правой чашке лесов. И этот тфилин, заслугу того, кто их накладывает, эта чашка задержит, и она не упадет. Он сказал, ну ничего не получится с тфилин, сегодня суббота. Нет тфилин, сегодня нет заслуги такого. Ну да, совсем плохие дела, сказал ангел заплакал. И на этих словах Мальбим заплакал. И с ним вся эта община заплакала. И что нам теперь делать? Сказал Раби. Спросили Раби, что нам делать? И он сказал, я не знаю, что нам делать. Но знаю только одно, что тот, кто так поступил, пускай он исправится. Пускай он так лучше не поступает. Это не за что мы можем сделать. И говорят, что тот еврей, так написано в книжках, я не знаю, как проверить, больше никогда в пяти заведениях не ходил даже по будням. Настолько его потрясли слезы всей общины. Вот это умение говорить, то ха-ха, выговор, замечание сделать, не обижая людей, это великое умение. И вообще есть правило, его нужно знать. Обидеть словами, да? Обидеть никогда не трудно. Но всегда трудно не обидеть. То есть усилия не нужно делать для человека для того, чтобы он обиделся. Очень часто люди хотят обидеть друг друга, потому что они считают, что эта обида заслужена, тем другим человеком, который делает плохие вещи. Сейчас я ему скажу слова и обижаю. Так вот, это большая ошибка. Обижать людей нельзя. Почему? Потому что ты никогда не делал другому то, что не хочешь, чтобы делать тебе. Ты же не хочешь, чтобы тебе, даже когда ты заслуживаешь, обиду тебя обижали. Так говорят обидно. Обидно значит незаслуженно. Любая обида не бывает заслуженной. Обидеть никогда не трудно. Но всегда трудно не обидеть человека. Тем не менее, желание не обижать людей не освобождает нас от обязанности помогать им не нарушать запрет Торы, запреты, связанные с заповедями Торы. Не нарушай их. Рамбан, великий Маймани, да, великий еврейский законноучитель, в своей книге называется «Аллахо деот» в «Деот», седьмая часть. «Аллаха», тоже седьмая будет, седьмой параграф, написал, что делает замечание, то ха-ха, как мы говорили, да, прям слова, я перевёл его слова, надо только наедине с человеком, которым ты их делаешь. Обязательно спокойным голосом, он называется Банахат, да, спокойным голосом, без кринка, без обзывальства, без ничего. Приветливыми словами, потому что спокойно можно говорить и очень неприятные вещи, болезненные вещи. Нет, приятными словами, приветливыми, и надо показать при этом человеку, что ты говоришь, это для его же пользы, что не для чего-то, для чего это польза, а именно для его. Вы мне скажите, если кто-то мне так скажет, ну смотри, для его, он мешает людям, для пользы этих людей мы сейчас его остановим, да. Вот я и говорил об этом, что для его пользы, и для его пользы будет искать ему, чтобы ему лучше бы не мешать другим людям. Почему? Потому что это нарушение, а нарушение это не в его пользу. Великий учёный Анециев, Раф Берлин, да, в книге Айвак Давар написал, он отметил, ну это будет так звучать, что замечание нужно делать только в дружеской форме, будучи другом. И это учим мы и слов Ильякова, который сказал этим пастухам, мои братья, день ещё не короток, день ещё длинный, и поэтому не время собираться. И только из того, что он сказал, мои братья, они его выслушали, и мы знаем. Только слова, сказанные с любовью, могут быть приняты человеку в свой адрес, если они являются то-ха-хой. Другого пути нет, без любви нельзя делать ни одного замечания другим людям. Умение делать то-ха-ха. Вот на эту тему сейчас есть рассказ, история. В городе Радин, о котором мы очень хорошо знаем, мы в каждой лекции о нём говорим, это там, где стояла Радинская Ешива, где жил в этом городе Хафицхаим. Был один Бахур. Бахур – это студент Ешивы Равак, не замужний. Ешива Гдула, да, Большая Ешива Николы. Её учатся женатый Аврехим. Это Бахур. Он оставил Ешиву, ходил по городу Радин с сигаретой, с папиросой, я боюсь, с папиросой в субботу. Ему делали замечания, ему было плевать. Он начал отходить от Торы. Нет, что спокойно, тихо от Торы, никому не мешает. Только он ещё и показывал, как он их всех не любит, как он никого не боится. И к нему подходили, всё-таки он в семье живёт, где все соблюдают, и отец переживает. Ему сказали, что, ну, пожалуйста, на него Равину Хафицхаима. Он сказал нагну, ну и пожалуйста, я не боюсь вашего Равина. Ты действительно его не боишься? Нисколько я его не боюсь. А если он позовёт тебя к себе? Ну и пойду, у меня ничего страшного. У меня не страшно это. И он что-то мне не скажет, но у меня это не действует. И так он сказал, что я могу пойти к Равину, а слушать его я не буду. Вдруг к нему приходят и зовут его Хафицхаима. И все видят, как он идёт туда, он не боится, он смелый, отважный, такой сильный еврей. И вот он входит в дом Равина. Через несколько секунд, буквально через несколько секунд он выходит, только теперь уже не смотрит наглого на людей, а глава Пучина смотрит в землю и уходит. И с тех пор никто его не видел нарушающими одной заповеди. Он соблюдал так, как будто всю жизнь соблюдал. Просто исправился. Но на вопрос, что сказал Равина, он никогда ничего не говорил. А Хофицхайм тоже не рассказывал. И эта история так и осталась неизвестной. Что же сказал Хофицхайм там наедине? В течение нескольких секунд настолько исправил этого человека. Вот эта история, которую он рассказывал, вообще эту историю очень любили рассказывать многие люди. И в 30-е годы рассказывал её один известный Даршан. Даршан – это человек, который рассказывает беседы о Торе по субботам утром в синагогах. Приехал из Европы и в Нью-Йорке он её рассказывал, эту историю. И вот что сказал Хофицхайм этому молодому человеку, который так нагло и открыто нарушал Тору, никто не знает. После чего он кончил всё это. Кончил стиха, Дарша. Ещё люди не расходились. Встал один человек, уже пожилой человек, который говорит, я этот Бахур. Я знаю, что он мне сказал. Подбежал к нему этот Равина. Он говорит, что скажи, пожалуйста. Просто ужасно любопытно, что он тебе сказал. Как это можно в одну секунду перевернуть жизнь человека? И все остались и слушают. Этот Бахур, который... Бахур он был, да? Соблюдает, замечательно соблюдает, замечательная семья. Так отца про него рассказывает эту историю. Он говорит, да, это был я. И он сказал, что он ему сказал. Я говорит, вошёл к Хофицхайму. Он когда подошёл. Он был очень старый. Взял, говорит, мои руки в свои руки. У него руки были очень горячие. Взял их. К своей груди прижал. Смотрел на меня. Старое лицо старого человека. Посмотрите на его фотографии. На многих книгах его есть фотографии. Вдруг он заплакал и говорит, шаббас, шаббас, суббота. Всё, что он сказал. Несколько слов. Суббота, суббота. И плакал. А слёзы его падали на руки. Он говорит, мне сейчас ещё жжёт мою руку слеза Хофицхайма. Всю жизнь я испытываю жар этой слезы. Так он его исправил. И он увидел, что он его любит. Наверное, поэтому и справился. Это умение делать то-ха-ха. Умение учить других людей, не читая им нотации, учим у Авраама, нашего братца. Он валился за людей из дома. Когда решил Всевышний уничтожить людей из дома, Авраам попросил у Айси, там будет 50 праведников. Там будет 45-40, вы помните всю эту историю. И оказалось, что там никаких праведников нет, в принципе. Осталось только семья Лота. Лот ещё условный праведник, его можно спасти. Просто взять и спасти, но город из-за него не будет спасаться. Это очень интересная история. Почему, зачем, что хотел Авраам. Целый урок можно однажды этому тоже посвятить. Что такое спасать праведниками другой город, как праведники спасают другой город. Нужно об этом теме поговорить. Но так или иначе, он однажды сказал, Авраам в самом начале сказал Всевышним в своей молитве, «Неужели ты, О Великий, уничтожишь город, если в его среде есть 50 праведников?» И так было сказано, что Бетуха, там внутри, Бетуха-Ир, внутри города есть 50 праведников. Достаточно было сказать Баир в городе. Почему в его среде? И отмечают коммитаторы, что было сказано, в его среде, внутри города, вместо просто в городе. Они отмечают, что спасти город могут только те праведники, которые не просто там живут в городе, а только те, которые живут внутри города, с горожанами, влияют на них. Они в их среде, в среде города называется. Вот если там есть 50 таких праведников, которые влияют на них, а что такое, как они влияют? Тогда этот город может спасти, как они влияют? Они умеют с любовью говорить то-ха-ха, выговор, а именно наставление, читать нотации. Им и выговор делают замечания. С любовью они это умеют делать. Не все это умеют делать, а мы сейчас должны этому научиться. Это содержание, содержательная часть нашего урока. Эти праведники живут с горожанами, чтобы уметь говорить с ними, отвращая их от плохих поступков. А это можно сделать только с любовью. И мы видим, что Авраам именно об этих людях им говорил. Они видят, что ты их любишь, и только там могут они справиться. Все это, между прочим, написано в книге Рава Залмина-Сороцкина. Современная книга. Один раввин пожаловался Хафиз Хаиму. Хаиму, что он много лет... Такое выражение, бичует в синагоге плохие нравы. В смысле, ругает людей. Плохие нравы в нашей общине есть. И ничего не меняется. Я делаю им наставления, я с кафедры показываю показываю плохие их дела, призываю к исправлению. Никто не справляется уже много лет. Что делать? Хафиз Хаиму рассказал ему такой мошаль. Мошаль – это, значит, притча, басня. Сказка такая, с которой кое-что видно. Он сказал такую сказку. Один простой крестьянин приехал в город. Совсем простой, не видел города. Первый раз приехал в город. И вдруг однажды так получилось, что в те несколько дней, которые он там жил в этом городе, произошел пожар. Люди не то чтобы кричали пожар, а завыл вдруг сирена. Совершенно необычная вещь. Для этого крестьянина такая странная вещь была. Сирена очень громко воет. Завыл сиреной. И люди побежали с Федором гасить пожар. Он обратил внимание на сирену. Она столько его поразила. В деревне такое не бывает. Но не обратил внимания на людей. Ну, побежали, побежали. Поэтому пошел в магазин и спросил, слушайте, а у вас продается сирена? Какая сирена? Ну, такая, у-у-у, как вчера. Что за у-у-у, что вчера? Ну, вчера был пожар, и тут завыл сирену. А, да, помним. В таком-то районе, да, помним. Где достать такую сирену? Зачем? Она же гасит пожар. Как гасит пожар? Очень просто. Она взвыла, и пожар потух. Я сам видал своими глазами. Через 20 минут пришел, там пожара не было. Дома остался стоять целым. Я хочу купить такую, хочу купить такую себе сирену. Ему скажут глупый. Не сирена тушит пожар. Она только сообщает людям, что надо бежать, тушит пожар. Люди. Так вот, Хофис Хайми говорит, это раввин, который… Вот это тоже самое можно сказать про раввин, который читает людям только наставления. Читает он их. Надо знать, что наставления никому ничего не учат. Люди сами должны себя исправлять. Если ты схватишь ведро и побежишь на пожар, то с тобой победут другие. Это называется, как он сказал раввином, не будь сиренной. Начни тушить пожар, начни его тушить с самого себя. Так вот, когда я готов починить себе что-то, я хочу сказать другому человеку замечание, это значит, я сейчас объявляю о том, что я достаточно хороший человек, что я таких плохих я не делаю, что я согласен, чтобы такое замечание сказали бы мне. Вы слышите? Я готов. Я должен людей почувствовать себя, они не чувствуют, ничего не получится. Я готов исправить себе какое-то плохое дело. Поэтому я предлагаю тебе тоже исправиться. Если этого нету, то заключается открывать рот и не делать никакой то-ха-ха. Об этом написал Ираф Илья Удестер. Прямо это его слова. Только то, что выходит из сердца, входит в сердце. Остальные слова напрасны. Это так он написал в Мехтафме Ильяу, в третьей части, третьей главы его книги. А Гаун Мелисса, это называется «Великий человек из города Лисы». Раби Яков Люберман, признает его фамилию как Луберман, я боюсь, что он был Люберман, однажды он оказался на одном постоялом дворе, в придорожной гостинице, не самая дорогая. И туда в это же время пришел Резник из соседнего города. Здесь же была не лавка, а трактир, такой ресторан при этой гостинице, где за деньги люди покупали еду. Проходящее все было кошерное. Пришел Резник, его позвал, наверное, владельц этого постояло двора. Резник такой большой, сильный человек с своими инструментами, и для того, чтобы сделать зарез быка, скажем, быка зарез. Откуда я знаю, что быка, потому что о нем не говорится, потому что в конце окажется, что быка. И только он собрался это сделать, подошел к нему владелец всего этого заведения и принес чашку с горячим, холодно было, жуткий, холодно, Литва, с горячим молоком. «Выпей с морозом». Ты все равно эту чашку даже смеялся, ты мне принеси что-нибудь более серьезное. Резник такой привык убивать быков, ты мне принеси рюмку водки. Тот сказал, ладно, я принес ему рюмку водки. Тот выпил, хорошо ему стало, он говорит, второй принеси. И так он выпил четыре рюмки. Смотрел свое место раввины из лисы и удивлялся, сейчас этот резник пойдет резать быка, запрещается, эту митцу заповедь запрещается выполнять пьяному человеку, чуть-чуть выпившему каплю четыре рюмки водки. Они небольшие, евреи по многу не пили, но это больше, чем много. Почему? Потому что сейчас он идет вы поняли большую заповедь. И как бы плохо не было всем. И бык будет некошерный, и он будет наказан, когда в свое время. Поэтому, что он подошел к нему и подошел к нему. Еще не спел ничего говорить, как тот спросил, довольно-таки грубо говоря, ну в чем дело? Что ты от меня хочешь? Он живой бешен был. Тот положил ему руку на плечо, заговорил о чем-то с с ним и начал говорить какие-то хорошие, приятные вещи. Тот увидал, что человек пришел его не ругать. Ему все равно. И он сам с ним может выпить. Просто хороший человек, добрый. Равин должен быть добрым. Раф из Лисы был настоящим муравином. Раф-люберным. Кто с ним разговаривался? В это время он уже готовил, достался чемоданчик, сейчас нож достает, сейчас идет резать быка. И вот он говорил, а потом он такой в середине фразы говорит, в середине всего этого разговора. «То же, впрочем, скоро Пыс, Ханаседр, у вас в доме поют хад гадья». Хад гадья – это песенка про одну овечку. Папа купил за два зуза овечку, ее скушала кошка, там скушала собак, там пожар. Там много чего происходит, а в конце всех там покрошил бык, а потом пришел резник, убил этого быка, а потом пришел Малахамавес, Малахамавет, ангел смерти, и убил этого резника. Вы читаете? Он не говорил, вы хад гадья, поете? Поем, конечно. Скажи, пожалуйста, у тебя с детства, ты же резник, там тоже история с резником. Ты не знаешь, за что он ангел смерти-то убил? Я о чем знаю? Я не знаю. Ангел смерти убивает всех. В этой же песне «Чему-то нас нужно научить», он же взял его убил. Почему? Говорит, не знаю. Он говорит, а у тебя догадывается, за что он его убил? Ты знаешь, по-моему, там был слишком сильный мороз в это время. А резник был умный. Говорит, а сильный мороз. Он, наверное, пришел с мороза. Конечно же. И выпил четыре рюмки водки. Говорит, вне всякого сомнения. И он выпил четыре рюмки водки. Из-за этого его убили, потому что он выполнил заповедь некошерным образом. Больше ничего не рассказывал. Тот вздохнул и говорит, да, ты меня убедила. Потом посмотрел на него, он уже очень умный. Говорит, слушай, а ты не раби, не раввин из лисы. Ну, заодно еще и раввин из лисы. И тот, обрадовавшись, говорит, слушай, правильно ты меня остановил вовремя. Я совершенно неправильно собирался поступить. Я пойду-ка наверх. Тут посплю четыре часа. И после чего мы сделаем забой с кота. Вообще он так больше не делал. Написано, что он исправился. Так написано в той книжке, в которой я рассказывал. Обратите внимание на технику ведения разговора. Он не пришел и сказал, что ты делал, что-то запрещается. Тут он бы и не слушал, молодой какой-то мальчишка, пусть даже раввин. Идем и режем. Мы не набьемся своей цели. Какая у нас цель? Остановить этого резника, чтобы он не сделал ошибки. Или уже показать, что мы умные, что мы все знаем, что мы потом на суде, где мы будем отвечать за всю свою жизнь, скажем, знаете, что не знаем. Мы сделали все, что можно. И поэтому с нас гладкие взятки, ничего не получится. Нужно уметь довести свое дело до конца. А это можно сделать только через любовь. Он в это время любил этого резника. Тогда как увещевать других людей? Такой вопрос у нас возникает. Сейчас идет теория, которую сейчас я расскажу. Ну, поскольку я ее специально записал, я иногда буду сегодня прямо читать несколькими кусочками. Я думаю, что она очень важна. Как делать увещевание другим людям? С одной стороны, мимо заповедей нельзя проходить. Это прикостор, это тоже заповедь. А с другой стороны, это с одной стороны. А с другой стороны, оказывается, что нужно выполнять ряд условий, чтобы твоего замечания было принято. Кем? Тем человеком, которым ты это замечание делаешь, принято на небе, чтобы оно не было засчитано за мной, за веру, за нарушение заповедей любить ближнего своего. Как это сделать? Отметим только, что когда мы собираемся сделать какое-то свое замечание, мы вообще в эту секунду берем на себя роль воспитателя. Поэтому, вообще-то, теория воспитания. Как воспитывать людей? Я не говорю, что нельзя воспитывать других людей, а поэтому нужно опасаться сделать замечания. Просто нужно выучить закон, не больше, не меньше. Вот сейчас главные правила этой науки, конспективные, я сейчас вам расскажу. Так следует из тех книжек, которых я читал. Так вот, когда человек склонен сделать замечание другому человеку, когда он решил сделать это замечание, то тогда он видит, что он поступил неправильно. Сейчас нужно его поправить или собирается поступить неправильно. Вот поэтому рассмотрим первый случай. Знаете, какой? Поступок уже совершен. Схема, сама схема работает очень просто. Первый пункт. Сначала нужно определить ту степень собственной ответственности за то дело, которое происходит перед твоими глазами, за поступок указанного человека. Если ты считаешь, что ты ответственен, ты тогда, конечно же, обязан, отвечая за него, обязан в супе с ним в контакт. Если ответственность минимальна, то и наше участие должно быть минимизировано, но с размерного уровня. То есть, общественная опасность, которая представляет этот поступок сейчас для всей общины. Чужих людей стараться надо не без нужды, не поучать. Я написал, не поучать без острой нужды чужих людей. Ну, не близких мне. С близкими еще опаснее, еще осторожнее. Начальники, например, на работе должны поучать других людей и рассказывать, как только все, что касается в той степени производственной нужды называется. Учителя в школе только в рамках эффективной работы учебного процесса. А чужих детей вообще нельзя трогать. Вообще их нельзя получать. Если можно обойтись без этого, иногда нельзя, не получается. Но таких случаев очень мало. Не учим чужих детей, а своих с осторожностью. Сейчас расскажу, как. Второй момент такой. При оценке чужого поступка не своего. Свой поступок еще тяжелее. Нужно исходить из того, что ты видел сам, не слышал, или, например, не думаешь, как дать какую оценку этому поступку, потому что ты уже знаком с другими поступками этого человека. Нет, ты прекрасно знаешь, что сейчас случилось не глазами других людей, а именно ты. В большинстве случаев негативной реакции можно избежать, если заметить. Производитель сделал такое замечание, что вообще, как правило, в большинстве случаев никакой проявленности не было. Тебе показалось. И даже там, где есть просто очевидное нарушение, я его вижу, не следует спешить с оценочными выводами, сразу делать результат, вывод, судейское решение. Я знаю, чем он руководствуется этим человеком. Не требуется никаких хирургических вмешательств в судьбу чужого человека. Они просто запрещены. Почему? До тех пор, пока не станут ясны все побудительные мотивы этого поступка человека, который это сделал. Вы слышите, эта мотивация – это очень важная вещь. Могу рассказать здесь сразу множество примеров из своей жизни, из жизни других людей, тоже из Талмуда. Просто не хватает времени, чтобы в течение нашего часа уложиться и рассказать более-менее цельную, привести цельную картину той схемы, по которой требуется, по какой мы можем делать замечания другим людям, то ха-ха. Ну и если поступок совершил не в мнимой области, на самом деле он произошел, и нам просто необходимо на него каким-то образом отреагировать, то мы оцениваем, насколько наше вмешательство будет эффективным. Вот сейчас я вмешиваюсь в эту историю, а насколько это будет эффективным. Если слова «Укор», моего «Укор» повиснут в воздухе, мы такие нелепые фигуры и умолчания, и никто на них не обратит внимание, не дойдут до адресата, их запрещается произносить. Поэтому нужно уметь себе сразу считывать всю ситуацию и видеть, прогнозировать, что получится. Очень часто мы прекрасно знаем, как к нашим словам отнесется тот, тот, другой человек. Потому что очень часто человек хочет просто высказать свою обиду, сказать, ну как же он поступил, просто плохо, безобразно поругать этого человека, а не для того, чтобы кто-то справился. Человек просто даже не поймет, о чем сейчас разговаривать. По крайней мере, заходя в автобус, когда я вижу, что кто-то сидит, положив ноги на сиденье, если я беспокоюсь, о чем я должен беспокоиться, чтобы делать ему замечание. Вы знаете что? Это очень некрасиво, все сами согласны, но делают замечание, более некрасивые вещи, чем сидеть, положив ноги на сиденье. Такой маленький пример. Если мы жалуемся на другого человека, учителю, родителю, начальнику, милиционеру, членам суда в ГААГе, если мы жалуемся на него, то жалобе нельзя давать ход, продвижение, вообще лучше не жаловаться, если инстанция, к которой мы обращаемся, обладает несколькими свойствами. Первое. Не является авторитетом в глазах этого человека. Жаловаться отцу, матери, на то, что сын себя плохо ведет, а мать сама, поэтому надо расстроить мать, она ничего не может сделать, а поэтому запрещается делать. Если вы себя скажете, пускай знает, а это жестокость, а жестокость запрещена. Второе. И если это организация, инстанция, ГАГский суд, родители, учитель отреагирует на этот поступок неадекватно, а не на это можно увидеть, например, наказав его в степени, превышающей меру его проступка, то этого нельзя делать. Если действия этого органа, этой инстанции приведут к усугублению ситуации, например, молодой человек еще более озлобится, то тоже не надо же этого делать. Замечание, если его можно избежать, замечание, которое нельзя избежать, нужно делать, если уж по необходимости делать замечание другому человеку, только наедине то, о чем написал Рамбам. Ни в коем случае не позорь его перед другими. Простое правило? Правило. Сразу знаешь, что простое, но то же самое сделайте с вашими детьми, если вы хотите сделать замечание своему ребенку, ни при маме, ни при других братьях и сестрах, тем более, ни при других людях. Это правило тотальное, оно связано со всеми. Если вы хотите сделать замечание классу, значит, к классу, но не в присутствии другого класса. Если вы хотите сделать замечание двум, немножко плохо себя ведущим своим сыновьям, то, значит, при этих им и нужно сделать замечание. Ведь им двоим можно, но третьего не зовите сына. Еще один важный пункт. Следствие, между прочим, из этого для случая с детьми. Очень непростое следствие, очень серьезное. Отец, если высказывает упрек в адрес своего ребенка, то старается это сделать не перед мамой. Мы часто говорили, не перед сестрами, братьями, соседями, директорами школы. Директор ругает вашего сына. Не поддакивайте директора и не ругайте его передиректора, а он еще и дома себя плохо ведет. Это называется усугубить ситуацию, сделать хуже. Мы добьемся еще худшего результата. Поэтому нельзя ничего этого делать. И еще, если кто-то один из родителей взялся за роль прокурора, то второй не играет роль сопрокурора. Иначе можно просто переномить хребетную ребенку. Нельзя это делать. Весь мир против него. И в то же время не играет роль защитника. Потому что тут же нивелируется ваша прокурорская речь, потому что он знает, что кто-то его защищает. Скажите ему на дне, что вы думаете, продумайте свою речь, посоветуйтесь с мамой заранее. И только тогда можете учить ребенка, если это делать необходимо. Если замечание все-таки нужно, необходимо сделать, то стоит подумает, что произойдет, что случится, как оно обернется. Если оно, тем не менее, все-таки не будет произнесено. Не лучше ли его не приносить? Потому что, знаете, это мы знаем с вами, что любое замечание, любое уплёк – это как удар. И иногда бывает, что рано после удара превышает, намного превышает важность самого проступка. А поэтому не нужно бить детей, даже если положено их именно словами. Я говорю про слова. Следующий пункт. Если человек замечен в совершении какого-то злодейского поступка, у него хорошие вещи. И эту вещь нужно искоренить из его натуры, из его природы, то запрещено открывать рот или поднимать руку. Если человек замечен в совершении какого-то проступка, то этот человек не может ругать других людей именно в области таких же проступков. Вор не может других ругать за воровство. Почему? Потому что, получается, у него двойной хижбон называется, да? Двойной счёт. Двойная бухгалтерия. Одну для себя, а себе он прощает, а другие не прощают. Поэтому очень часто бывают такие вещи, что когда мы делаем замечания по какому-то делу другому человеку, я вспоминаю, да я сам так поступал когда-то, я себя простил, почему же сейчас ты делаешь это замечание? А поэтому лучше подумай, как исправить себе это в себе, а не в других людях. А теперь самое главное требование, поскольку Тора повелевает нам любить других людей, то делать замечания другим людям можно только через любовь, только необыкновенно любя их, наводить в порядок других проступок, да? Например, если ребёнка разрешается ударить, это самый страшный, самый такой особый случай, это самый страшный случай замечание, ударить этого ребёнка. Только можно сделать, и вы знаете, что без этого нельзя обойтись, если он уверен, если даже значит, что ему не будет очень-то и больно, просто обидно. Ну, сейчас мы так сделаем, всё ему было обидно. Если тот, кто наказывает его уральническим ударом, родители в это время не плачут, то он жестокий человек, тот, кто ударил ребёнка, может сыграть гнев, но нельзя гневаться, и должен будет плакать, должен плакать не меньше, чем этот ребёнок, в эту секунду. И тогда это будет принято, и на ней будет принято, этим ребёнком принято, потому что он должен видеть, что папа меня любит. Что же я такое сделал, что даже папа меня ударил? Я видел, папа готов был расплакаться. А всё остальное следствие из этого благопунктного правила, которое сейчас и перечеркивается, это остальное следствие. Несколько следствий я вам прочитаю. Первое. Нельзя верить ничьим словам негативного оценочного свойства о чужих проступках. Вот тот плохо себя ведёт. Почему? Их можно иногда принять во внимание, но нельзя, если есть опасения серьёзных последствий. Но и тогда нужно реагировать сам посадящим и любящим образом. Если у нас нет любви к нашему окружению, значит, мы вообще не можем взять на себя роль учителей в этом окружении. Поступаем так, как хотели бы, чтобы поступали с нами, если мы оказались в такой ситуации. Мне кто-то говорит, извините, простая вещь, кто-то что-то украл. Я же не ворую, сейчас мы его накажем как вора. Ну, во-первых, я не знаю, не воруем ли мы. Это во-первых. Во-вторых, ещё нужно изучить вопрос, почему этот человек ворует? Если что, не значит, что ему, например, нечего кушать, а может быть, и нечего кушать, а нечего кушать, может быть, и я возьму. Я вообще-то уверен, я просто знаю, такой опыт в моей жизни, что тот, кто других ругает за воровство и сам способен на воровство. Мы все приехали из той страны, в которую спокойно были чужие. Что же теперь хотите? Если вы это так говорите, а я хочу, чтобы ребенок не ворвал в нашей семье, а, у нас называется, можем делать с лохами, что хотим, а у пахана нельзя? Это же банда получается. Если мы разрешаем воровать у других, мы же воруем у других. Хотя у меня, знаете, взял крайний случай воровство, мы, я знаю, здесь культурные люди, воспитанные цивилизованные, евреи, никто из нас ничего не ворует. Хотя в Талмуде написано, что уклониться, воздержаться от полностью, быть чистым от воровства очень трудно. Это одна из самых трудных заповедей. А поэтому будем щадящими с другими людьми, которые совершают эту проступку. И следующее средство. Никогда не ведем себя как грозные судьи, как грозные прокуроры, как гроза нравов. Если наша задача всего лишь защитить собственный покой. Нам хочется, чтобы нам было спокойно, поберечь наши нервы, удобство. Особенно с детьми это важно. Приходит мама с домой, с работы, требует тишины и просит, кричит на детей. Я спрашиваю, почему у меня это сейчас сделано, почему нам нужно кричать на наших детей. И мне эта женщина может ответить на уроки. Она сама привела этот пример прямо на уроки. Она говорит, ну как же, я же не хочу их выучить эгоистами, я хочу, чтобы они беспокоились о чужом покое. О, мы об чужом покое беспокоимся. Я боюсь, мы беспокоимся сейчас о своем покое. И выдаем его за нашу заботу о людях, о их нравственном уровне. И начинаем наших детей поучать. Так нельзя действовать. Чувство уважения воспитывается, чтобы они меня уважали. Уважать свою маму, которая пришла с работы. Чувство уважения воспитывается не окриками, не криками, а собственным примером. Как Авраам Мавин учил других людей. Он не говорил, не делайте того, не делайте этого. Он мог так говорить. Только когда приходили люди и говорили, чего не делать. Вот сейчас вы пришли на урок и спрашиваете реброны, как нам нужно научиться делать хорошие замечания и не делать плохих. Я вам могу рассказать. Но бежать за вами, когда вы меня не просили этого урока и говорили, знаете, поступает так-то и так-то. Это называется то-ха-ха, это называется воспитательная часть пошла. Это лучше не делать. Не приставать к людям, если вы видите, что можно, что это не тот случай, когда Тур требует, говорит, сделай ему замечание. Если это можно сделать, ни в коем случае нельзя делать. Это нужно доставить людям спокойно существовать и не мешать им своими советами, своими нотациями. И вообще борьба за собственный авторитет, чтобы они видели, что я серьезный человек, что я знаю, как себя вести, я хороший, а вы плохи. Так вот, это совершенно недопустимо. Нет такой вещь, как авторитет. Если вам на лекции кто-то начнет рассказывать о том, что еврейская наука говорит о том, что есть авторитет учителей. Я согласен с этим. На этой лекции есть. Возможно, что это и есть. Так оно и есть. У нас на нашей лекции такой контекст нашей лекции предполагает совсем другой формат. А именно, мы боимся из авторитета сделать тоталитарное такое правление, что ли, подавлять других людей авторитетом. Жуткая вещь. Авторитет. Завоевать авторитет нельзя в результате завоевания борьбы с другими людьми. Это следствие, а не цель. Наша воспитательная программа, потому что все мы люди воспитатели, даже тот, который вообще-то не учитель, все равно воспитывает же своих детей. Поэтому многие примеры мы рассказываем про наших детей. И вообще такое правило, если я всегда его говорю на наших семинарах. Лучше дать ребенку вдоволь набегаться по лужам, чем травить его окриками запрету. Я говорю, ой, Сережа, ты простудишься. Почему? Потому что, мне говорят, простуды мы боимся, чтобы он не заболел. Только вот, я так говорю, что лучше немного простудиться, чем всю жизнь носить в себе шрамы родительских понуканий и окриков. Эти окрики могут привести к одному из двух, или к серичности характера, или закалят в ребенке некоторую способность, а именно какую? способность вообще никак не реагировать на чужие замечания. Все, чтобы выжить с нами, ему пришлось покрыться толстой шкурой и никак не реагировать. Мы хотим таких людей, они же идут по жизни. Опасны для людей такие люди. А поэтому мы не хотим превратить нашего ребенка в такого человека. Ему будет трудно жить потом, и он не будет реагировать на позитивную критику окружающих людей. И поэтому еще не известно, что страшнее – легкая детская простуда или чертость души. Так вот, еще одно правило, на котором мы уже заканчиваем, у нас осталось, как я вижу, сейчас ровно три минуты. Есть еще несколько вещей, которые звучат так. Не три, а тринадцать, извините. Идет еще несколько вещей, которые нам нужно знать. Просто мы у нас говорили о детях. Если мы видим, что ребенок нас не слушает – это нормальная вещь. Нужно успокоиться. Ребенку положено в некоторый период своей жизни не слушать. Как и мы, не слушали своих родителей. Не всегда слушали своих родителей. И мы хотим не потерять вот эту атмосферу праздника и взаимной любви в нашей семье. То лучше, конечно, ребенку никак не угрожать. Что такое угроза? Если не соберешь эти игрушки, то сейчас… Я тебе фильмы не буду показывать. Или завтра мы с тобой не идем в кафе. Как я тебе обещал на прошлой неделе, что завтра во вторник день приближается, мы с тобой пойдем в кафе и будем кушать мороженое. Вот соберешь эти игрушки, я их соберу. Тогда мы пойдем. Таких условий вообще не делали. Условия, почему? Они ограждают нашу жизнь. Что теперь получается? Потому что если теперь ребенок не собрал эти игрушки, вам запрещается идти в кафе с ним? Почему запрещается? Потому что если вы с ним один раз так поступите, угрожали, а теперь вы его любите. И поэтому простили его в трое раз. В следующий раз он никак даже не будет реагировать на ваши угрозы и на ваши условия, если то. Почему? Вы хотите, чтобы ваши слова были значимы для ребенка, поэтому теперь хотите или не хотите, надо реализовать свои условия. Но при этом нужно плакать, конечно. Плакать как ребенок. Я хочу пойти с тобой в это кафе. Ничего не получается. Иначе они теряют значимость своей. Иногда ребенка, кстати, можно и простить. Вы знаете, ну ладно, хорошо. Мне надо стать железным. Вот Равин Петербург вчера нам сказал, что раз ты не собрал игрушки, завтра в кафе не идем. И да, можно и отступить от этого правила. Делать только это всегда. Почему? Ну так покажите ребенку, что это прощение удается вам с явным трудом. Очень трудно вам это сделать. Ну ладно, хорошо. Вот я вижу, ты стараешься. Ну один раз он поступит. Ой, мне даже самому так хочется пойти в кафе с тобой. Я так мечтал об этом сегодня. Говорит мама о своем ребенке. И вы видите, ребенок будет брать эти игрушки. Я видел свое время от организации ШУ по разным городам Израиля. И там давала лекции. И в конце лекции идут вопросы и ответы. Там обязательно лекции про воспитание. Сейчас я просто конспективно пробежался по главным моментам этой лекции. Обязательно идут вопросы. А на этих вопросах обязательно сдают люди описывать ситуации, которые у них происходят в доме. По-моему, я однажды даже на одной из своих видео лекций уже рассказывал эту историю. Она настолько конкретная и хорошо звучит, оформлена, что там сразу много свойств. Можно узнать свойств, а именно свойств Торы. Как Торы говорит нам, как нужно поступать с детьми в некоторых ситуациях. Мама говорит, рассказывает, что приходит на усталость работы и себя две девочки. Я рассказывал, по-моему, месяц назад. И две девочки, одна играет в компьютер, другая читает книжки, а здесь ворх немытой посуды крана не видно. А они говорили о том, что они будут мыть. И она ужасно расстроена. Конечно, она рассказала в сердцах, все же она думала о них. И как заставить их мыть посуду. Она не знает. Это же из раз в два распространяется. А теперь Раф Пятигорский. Рэброван, скажите, что это предел? Какое совет я могу дать? Какая у нас дома? Я сейчас не буду рассказать, какой я хороший, не буду это рассказывать. Это не самый хороший способ преподавания. Я стараюсь быть хорошим. Я просто знаю теорию. И когда в доме у нас после субботней трапезы все остается на столе, я знаю, сейчас придут там гости, мои друзья сейчас будут учить геморрю. Я знаю, когда он придет, мой друг тоже все уберет со стола. Но я хочу, чтобы это было убрано заранее. И когда мама попросит девочек собирать, мама начнет собирать со стола, я встану и молчу. И начну собирать эти вещи. И носить их. Папа собирает многодетные, чтобы были все здоровые в семье, собирает посуду со стола. И обязательно кто-нибудь подбежит ко мне и начинает собирать. Я постараюсь ни слова им не сказать. А что вы сидите? Что вы все расселись? Мы кушали, а я, папа, я усталый человек, я уже старый человек. Дедушка собирает со стола посуду. Ни слова не скажу. Тора запрещает. Учим только своим примером. Так что мне делать, реброван? Ну, очень просто. Я вхожу домой. Немытая посуда. Если мытая посуда, праздник. Что случилось? Ну, пока еще у нас не праздник. Праздник нужно готовиться. Сейчас мы готовим этот праздник. Я захожу домой. Все это мои любимые девочки. Это свет моей жизни. Одно я подарил компьютеру. Это же не простая вещь. Это стоит много денег. Я подарил компьютер, чтобы она там училась, чтобы он там и играл в какие-то игры. И она играет. Понравилось. Мой подарок сыграл. Вторая девочка сидит и читает книжку. Сидит и читает. Она любит книжки читать. Как хорошо. Это же праздник. Это же песня. Как сейчас многие говорят. Какая песня. Девочка с подругами ходит по улицам. Всяко бывает на улицах, даже в Израиле. Все что угодно. А сидит дома и читает книжку. Счастье какое. Подойдите к ней. Погладьте по головке. Поцелуйте. Спросите. Скажешь, пожалуйста, что ты читаешь. Она же сам с удовольствием расскажет. Да нет. Она сейчас тебе расскажет, потому что у нее сейчас самое там что-то происходит. Потом она нам все это перескажет. Улыбайтесь на нее. Смотрите. Любите ее. Подойдите к другой девочке. Тоже так хорошо. Я знаю, что мы усталые пришли с работы. Очень усталые. С ног валимся. Идем на кухню и моем посуду. Попробуйте это сделать. Двинька не вырастите эгоистов у этих девочек. Почему? Потому что рано или поздно подбегут и скажут, мама, которая нас любит, а любовь всегда, всегда возбуждает ответную любовь. Они подбегнут и скажут, мама нас любит, а мы ей не помогаем, мы обязательно поможем. Хотя там очень большое напряжение в этой книжке и в этом компьютере. Но они это будут делать заранее. И вы увидите, они вырастут там людьми. А дети не хуже, чем мы. Между прочим, я даже не задаю такой вопрос. Мы в свое время мыли посуду в нашем доме. У нас с мамой на этой почве с родителями не было никаких столкновений. Все ли мы делали по дому, как хотим, чтобы наши дети не делали. И один из последних пунктов – в чужую жизнь без спроса вмешиваться запрещается. Что это означает? Это означает, что любое вмешательство, любое замечание – это есть вмешательство в чужую жизнь. Я вам даю оценку человеку, как себя вести. И часто очень ничего плохого он не сделал. Ну, просто он ведет себя не так, как я. И, предположим, я даже даю ему оценку вслух. Я думаю, что не следовало бы это сделать. И оттуда не потому, что я хочу показать, что я лучше. А это вообще запрещается. Очень часто так и многие люди поступают. Это нужно просто выбросить свои практики. «Ой, смотрите, он соврал». Это означает, смотрите, а я какой хороший. «А я не вру». Это голословное заявление. Лучше об этом вообще не говорить. Лучше не врать и молчать об этом. Но любой вмешательство в чужую жизнь не приветствуется. Между прочим, еврейский вариант этого правила, я сейчас его просто прочитаю, он звучит еще более речи. Там просто советуется, не вмешивается. А тут он не вмешивается в чужие дела без личного на то приглашения. Вас должны пригласить. Только если тебя настоятельно просят дать совет по учению, норовое учение, почитай нам, пожалуйста, нотацию, тогда ты это можешь сделать. Мы помним, да, есть такие случаи, когда не надо никакого опросить никакого разрешения. Человек явно делает нарушение и лучше его предупредить, что это лучше не делать. Человек начал есть какое-то мясо в парке. Я подхожу к нему, ты что? Здесь вот купил. Это свинина. Ты не знал, что это не кошерное заведение? Ой, скажет он, я не знал. Или же я знаю, что этому человеку все равно. Значит, если я к нему подойду и скажу, это свинина, он скажет, ну и что? Ему и буду есть. Ну что вы добились своими словами? Его надо бы остановить, но хорошими. Вот как мы обвоили, хорошими словами, как мы приводили примеры. Любя, как объяснили тому резнику о том, что лучше бы пьяным не убивать быков. Быки это не любят, евреи это не любят, свежие это не любят, мы тоже это не любим. И ты сейчас не проявишь его. Он исправился. Нам жить не нужно. Малахамавас, ангела смерти, который приходит и нас исправляет. Уже совсем другим способом. Так вот, если только тебя нас пригласил, но при этом нужно тоже собрать три пункта. Очень важно. Тебе на самом деле есть, что сказать другому человеку. И ты даешь совет, исходя из интересов данного человека. Слышите? Тоже серьезная вещь. Я сейчас исхожу не из интересов, а меня. Моих интересов. Это называется просьба. Я тебе прошу, я себе прошу, не делай этого. Например, я вас очень прошу. Вы знаете, все-таки 12 часов ночи не надо делать ремонт в соседней квартире. Это мне мешает. Я везде не прихожу, к ним не объясняю. Тора это запрещает делать, а вы безобразно как себя ведете. Я вот так не поступаю. Нет. Я просто прошу. Нужно, между прочим, отделить просьбу, уметь отличать просьбу от замечаний. Очень часто бывает. Вы просто просите, но зачем же в резкой форме? Простите. Самый натуральный уровень. Например, я вас очень прошу убрать ноги с сиденья, на которые я сейчас собираюсь сесть. Если я не собираюсь сесть, значит, если это происходит в Израиле, вообще ничего страшного не происходит, у нас здесь нет грязи. А если это происходит где-нибудь в других странах, я даже не знаю, с вашей еврейской внешностью, может быть, не надо вмешиваться в жизни этого этноса, как бы хуже не было. Но если вокруг вас живут одни евреи, и вы едете в Бруклине, там, на самом деле, грязь, там есть грязь, у меня разные головы и сны, а только там сухо, то может быть, нужно беспокоиться о том оплате тех людей, о брюках тех людей, которые сидят на это сиденье. А можно не беспокоиться, между прочим, если это ваше замечание не приведет к исправлению ситуации. Значит, если вы исходите из интересов данного человека, то лучше бы этого не делать. Когда они пришли на урок и спросили, а вот мы устроили вчера шум, крик, вопли, рэвы, правильно вы поступили? Я скажу, какое было время? Двенадцать часов. Неправильно. Вы меня спрашиваете, я говорю, неправильно. Это в ваших интересах, я говорю, не в своих интересах, в моих интересах. Чтобы вы были хорошими людьми, не больше, не меньше. Третий пункт. Да, и совет должен быть должным образом оценен, он должен быть воспринят. Как сейчас мы видим, есть 44 правила и 15. следствий из этих правил есть. Я сейчас просто возьму и назову вам устно несколько самых важных, повторю, самых важных правил, по которым мы можем делать замечания другим людям. Первое. Только в случае, о котором говорится в Торе, что эту вещь нельзя совершать. Например, нельзя есть свинину. И кто-то хочет есть свинину. Или еще кот хочет делать нарушение. Тут я могу, в принципе, уже сделать, не должен проходить мимо. Но это делается только при случае, если я знаю, что этот человек меня услышит. Хофис Хайм мог там быть человеком, который курил, помните, да? В субботу. Он просто сказал ему, в субботу запрещают. Чего ты куришь? Как тебя ведешь? Будь хорошим человеком. У тебя отец хороший, соблюдающий еврей. Будет достоинен своего отца. Он даже этого ничего не говорил. Взял его в руки, только заплакал. И заплакал не потому, чтобы показать ему, как он его любит. И он сам его любил в эту секунду. Не поступай, но не делал ты плохо своей душе. Не делал ты плохо всей своей жизни. Она же будет оценена по этим поступкам. Мало того, что нарушаешь свободу, еще и делаешь это нарочно. Бумизит называется. Нарочно. Призывай других людей. Если же люди слабые, они могут с собой увлечься. Ты еще будешь наказан до того, что призываешь этих людей. Ничего этого Хофис Хайм не говорил. Он сказал, шампас, шампас. И заплакал. Заплакал, как над умирающим. И тот человек говорит, и сейчас у меня сжет эту руку от его следов. Следующая вещь. Значит, я должен знать, что это будет услышано. А главное, я должен знать, что я на самом деле не ошибся. Я видел своими глазами. А не с чужих слов, не с чужой подачей. И я знаю, что этот человек меня услышит. А для этого я должен обладать авторитетом его в глазах. Он меня должен услышать. Если он меня не услышит, я говорю, а ты кто такой? А почему ты вообще с этого вмешиваешься? Равин, равин. Равин – это в синагоге. А здесь, в нашем дворе, это никакой не равин. Мне запрещается говорить ему вообще что-нибудь. Даже с любовью. Почему? Потому что он меня не слышит. У него уши закрыты, заткнуты. Мы как-то говорили на одном из наших уроков, просто простое очень правило, что запрещается говорить некоторые нравоучения, вообще любые нравоучения, человеку, который тебя не слышит. И в то же время запрещается молчать о сделанной проступке, о нарушениях человеку, который тебя согласен услышать. Чтобы он однажды не пришел и тебе сказал, я уже не знаю, в этой жизни или в следующей. После того, как мы сделаем хешбон, счет всем нашим прегрешением, полночем награду, наказание, я не знаю, как это будет происходить, но рано или поздно подойдет, когда я и скажу, что ж ты меня не предупредил? Почему ты не делал мне то, за что сейчас, в чем я сейчас жутко раскаиваюсь? И чтобы у вас не было оснований сказать, ты знаешь что, я побоялся. Почему? Потому что я вообще решил, это не мое дело. Ты живешь своей жизнью, я своей жизнью. Нет. Все жизни у нас, все вокруг одних. Это одна жизнь. У нас есть жизнь нашей еврейской общины. Всевышний давал Тору не каждому, ни одному человеку. Урок так рассказывает, каждый получил Тору, да? Дал Тору всему народу. И часть этой Торы всего народу я взял на себя. И у нас уже достаточно много людей, которые не выполняют свою часть Тора, не выполняют свой объем работы, а поэтому нам вообще вдвойне запрещается ошибаться и поступать плохо. Значит, я должен говорить с человеком. Как я должен говорить с человеком? Только когда я знаю, что я для него являюсь авторитетом. А поэтому мне нужно стараться быть авторитетом. Он должен быть человеком, которого уважают. Не потому что, я говорю, ну, я не знаю, Баранкин, быть человеком. Да? Такое было произведение. И все. Почему он должен быть человеком, Баранкин? Он хочет быть муравьем, хочет быть в детской книжке воробьем, муравьем. Кем-то он хочет быть. Почему он должен быть человеком, таким, как я? Да нет же. Баранкин, быть человеком. Когда Баранкин приходит и говорит, как стать человеком? О, тогда я вам могу наставить на путь праведный. А именно, как я это делаю? Как это мы должны делать? С собственным примером. И если я являюсь по глазах праведником, правильным человеком, я не ругаюсь, делаю замечания. Если я захожу на свой любимый сайт, и кто-то ко мне ввалился, у меня, знаете, прямо за выражение такое, в кавычках, ввалился на мой любимый журнал с нехорошими какими-то словами, я не должен торопиться его забанить. Почему? Потому что это вообще-то как ударить человека по щеке. Не все люди полностью отдают себе отчет в том, что они делают. Некоторые люди невоспитанные, их не воспитали, они ищут дети. Мы же не обижаемся на детей. Мы не обижаемся друг на друга. Это не зависит от нашего уровня. Я не обижаюсь ни на больших, ни на маленьких. Я обязан не обижаться. Все, что я сейчас говорю, это теория. Я как раз учу себя так поступать. Так или иначе, мы должны проявлять другим людям свою любовь по отношению к другим людям уже тем, что мы не должны делать им никаких замечаний. Ну и в конце что я могу сказать? В конце могу сказать только, как всегда, Брагу. Учтите Тору, будьте хорошими, праведными людьми, любите людей. И Тебя Всевышний воздаст всем нам и вам в том числе.